Я проводил параллели, я вообще изначально приходил к христианству через русскую церковь, но не причащался там. Я благодарен, я говорю, я всегда это подчеркиваю, благодарен тем людям, которые меня привели к христианству, несмотря на то, что я был. Я жил там, где не было армянской, но я изучал историю русской православной церкви. И вот я пришел к такому выводу, что грех, совершенный однажды, потом будет повторяться. В 1666 году было уничтожено старообрядчество из-за того, что одному патриарху Никону через греков, через давление римокатоликов захотелось внести изменения в уставы русской православной церкви и исправлять богослужебные тексты. Тогда, как старообрядцев преследовали, уничтожали, сжигали, и только в 1980 году признали старообрядческий обряд, обряд, равнозначный обряду современной православной русской церкви. А до этого тоже говорили, все, старообрядцы отпали от веры, они не послушались синода. А на Никона было давление извне. И как на 4-м Вселенском соборе римский, Папа Лев, заставил, в принципе, совместно с этим, и создал объединяющие богословия, чтобы стороны не спорили на антиохийскую и александрийскую школу, и пришли к единому мнению. Тогда тоже старообрядцев считали за сектантов, за еретиков, а сегодня уже нет. Что вы имеете в виду под признанием старообрядческого обряда? Обряда, потому что сегодня их за церковь, сегодня вы их за церковь считаете, сегодня вы их считаете за церковь и все таинства признаете действительными. И когда они присоединяются к вашей церкви, к русской православной церкви, московской патриархии, вы их не миропомазываете заново. Через третий чин принимаете, но вы принимаете уже, а раньше вы вообще не хотели слышать, что это церковь. А любой человек из... Армян тоже крестили раньше, а сейчас только через параллель. Я этот параллель провел для того, чтобы показать, что вы можете признавать, не признавать, а не оставались все это время церковью. Нет, смотрите... Это параллель, это параллель. Это уже превращается в спор. Я одну вещь сказал только. Проверили. Вы говорите, что вот да, греческие церкви обладают полноту истины. Но как эта истина постоянно меняется, я это тоже не могу понять. Это получается, что все-таки мне приходит мнение кардинала Ньюмана, который считал, что истина потихоньку открывается в течение тысячелетия. То есть современный богословский студент или ординатор знает больше, чем, например, апостол Павел. Потому что тогда истина была меньше раскрыта, а потом потихоньку раскрывается. То есть я могу судить о греческих церквях устами католиков даже. Так, если будем считать. Раньше армян считали еретиками, повторно крестили. Потом перестали крестить, сказали только по миропомазам. Сейчас вообще не крестят и не миропомазят, и принимают только покаяние. То есть принимают таинство крещения, как фактически по сути еретической церкви, по их мнению. Как получилось, что истина вот такие трансформации принимает, или полнота истины в церкви принимает такие трансформации. Да и вообще, если взять тот же самый Хакедонский собор и читать, что происходило там. Просто тупо взять и читать происходящее. Мы поймем, что там о никакой истине речи не идет. Это была фактически политическая акция. Притом, не историй был визван, чтобы возглавили этот собор, ладно, если до конца расскажу. Но просто повезло, он умер. И не дошел. А иначе этот собор был бы нестальянским собором. Но его ученики, и воедетский, и феодолиткицкий, фактически руководили этим собором. Собор был нестальянским. Это понятное дело. Просто до отвода глаз не истории придали анафеме, чтобы, типа, то есть дали жертву. Это ход конем. То есть пешку жертвуем, а ферза выигрываем. А его взгляды, его взгляды, фактически там были провозглашения. И поэтому не историй, когда читал решение этого собора, он сказал, что они вполне православные. Сам не историй. Вот. И сейчас мы говорим, что там была полнота истины. Ну где-то это полнота истины, если это был фактически возврат к нестальянству. Мы просто это не говорим и не клеймем там нашим друзей, говоря, что вот вы криптонистальяне, криптонистальяне, криптонистальяне. Но если они нас называют инославной церковью, тогда мы можем вам сказать, что вы инославные и криптонистальяне. И мы в этом, между прочим, будем абсолютно полностью правы, потому что это и есть криптонистальянство. Просто мы не подчеркиваем из-за, как бы, наших чувствах христианской солидарности. Мы не хотим копаться в старых ранах. И поскольку мы находимся в стадии диалога, так называемого. Но вот именно вот такое вот, так сказать, черствое отношение, да, и, как сказать, фактически идолопоклонство каким-то соборам, оно приводит вот к таким проблемам. Спасибо.